Всем привет! 16 часов. Только что пробили склянки здесь. Вернее, не склянки, а колокола. Сегодня 6 февраля, суббота 2021 года. Я пришла в Куэр-Эбби, в свой любимый прекрасный парк и территорию. Вы знаете, всё чаще и чаще прихожу сюда с вами поговорить по душам. У меня тут недавно был день рождения. Спасибо тем, кто вспомнил и поздравил меня. И вы знаете, наверное, в связи с этим, я даже не знаю в связи с чем, но у меня такая была депрессия, просто катастрофа. Наверное, в течение месяца перед моим днём рождения и само день рождения. Ну вот как-то говорят люди, что действительно упадок сил, когда день рождения, там все у вас вот эти вот энергетические, эмоциональные, интеллектуальные, все эти параболические графики, они все спускаются на ноль. Ну, конечно же, может быть, что когда я была помоложе, то никаких таких особенных у меня проблем не было в связи с датой и временем перед и после днём рождения. Но вот сейчас всё как-то поменялось, и вот эта депрессия, вы знаете, может быть, даже заметили, что я долго не снимала свои видео для вас, потому что даже не находила силы и не находила даже возможности как-то сделать видео и пообщаться. Ну вот, наверное, может быть, кто-то меня поймёт, и у многих бывает возникают такие состояния. Говорят, что даже подвержены и более молодые люди депрессивным состоянием в наше время. Век такой у нас очень огромных скоростей. Всё это на нас обваливается. И говорят, что сейчас мы получаем столько информации в день, сколько когда-то наши предки получали, в общем-то, за месяц. Ну и не всегда это хорошо для нашей психики. Иногда нужно остановиться, оглянуться, подумать как-то спокойно, глядеться вокруг. Хотя, конечно, в наше время сейчас старость отодвинулась, и тоже мы с вами об этом рассуждали. Час, конечно же, всё по-другому, и жизнь наша удлиняется, продляется, и люди чувствуют себя намного лучше. Но, тем не менее, возраст никуда не денется. Ну и надо, конечно же, возвращаться всё равно в жизнь, в полноценную. Нужно себя вытаскивать, как тот Минхаузен, за косичку из болота. И продолжать жить, пытаться наполнить свою жизнь, чтобы она была не просто прозябанием, а чтобы жизнь была насыщенной, наполненной и интересной. Я вот, кстати, в связи с этим придумала себе, я, правда, уже давно себе придумала такую игру. Игру саму с собой. Я знаю уже теперь многих своих ровесников из каких-то популярных личностей, из знаменитостей, ну и из артистов, в частности, конечно же. Потом вот политики, допустим, да. Я слежу всегда за тем, как именно вот они выглядят. В основном, конечно, я следила за женщинами, а потом уже я стала обращать внимание и на мужчин также. Я хочу с вами вот этой вот подборочкой, может быть, она будет тоже для кого-то интересной, хочу сейчас поделиться, друзья. Я постаралась найти, конечно же, фотографии, которые соответствуют сегодняшнему дню. Ну, чтобы нам иметь представление, как выглядит тот или иной человек. Мой ровесник. Вот давайте посмотрим. Первая это Ирина Хакамада, как вы видите, 55-го года рождения. Красавица. Лариса Удовиченко, актриса, вот так выглядит на сегодняшний день. Тоже 55-го года рождения. Это у нас Лариса Долина, певица, на которой я сделала несколько пластик. Вот такая фотография на сегодня. Это Евгения Симонова, актриса. К сожалению, говорят, что Евгения Симонова сейчас неизлечимо больна, поэтому выглядит она неважно. Это Марина Дюжева, 55-й год рождения. И дальше пошли мужчины. Вот Владимир Кузьмин, певец и композитор, любимый когда-то мужчина Аллы Пугачевой в сегодняшний день. Анатолий Чубайс, тоже мой ровесник, как ни странно. И Алексей Венедиктов, главный редактор программы «Эхо Москвы». Николай Сванидзе, политический обозреватель. Многие, наверное, его знают. Что касается Лаймы Вайкули, я всегда думала, что она моя ровесница, но оказалась она 54-го года. Точно так же, как Анна Каменкова вдруг оказалась 53-го года рождения вместе с Еленой Прокловой. Я всегда считала, что они тоже все мои ровесницы, но ошиблась. Брюс Уиллис, американский актер, мой ровесник. И также Кевин Костнер, тоже 1955-го года рождения, сентябрь месяц. Мне было так же интересно узнать, что Билл Гейтс, американский предприниматель, основатель компании «Майкрософт», родился в 1955-м году, так же, как и я. Но и это еще не все. Вот вы знаете, тут можно бы сказать, что как по-разному люди проживают свою жизнь. И вот еще одна грандиозная личность, которую знает весь мир – это Стив Джобс. Культовая личность, один из богатейших людей на Земле, которому мы обязаны тем, что сегодня в каждом доме у нас есть по несколько компьютеров, а также его главное детище – айфоны, айпады, аймаки и, конечно же, компания «Эппл». Конечно же, если поискать, то можно еще найти много всяких знаменитых, интереснейших личностей, родившихся в одно время со мной. Мне просто будет интересно узнать у вас, а вы занимаетесь таким? Знаете ли вы каких-то своих знаменитых ровесников, очень известных людей? Ну вот опять, посмотрите, все залило водой. Как тут пройти, я не знаю. Это замечательный вот этот дом. Опять же, остаток этих всех нормандских сооружений XI века. В нем еще кто-то проживает. Видите, человек собрал цветы здесь, поставил. У него всегда здесь, я знаю, живет один мужчина, по-моему, монах. Вот какая красивая здесь у него композиция. Иногда там вообще ничего не видно и не слышно каких-то движений внутри. Иногда теплится в окне какой-то огонек. Значит, человек еще жив-здоров. Я тут как-то забеспокоилась, я гуляю здесь часто. И долго здесь не было вообще ни света, ничего. Но вот, судя по тому, что здесь цветы, кто-то здесь опять живет. Вот посмотрите, вот это пастбище шикарное тоже на очень живописной. Такой, на очень живописном лугу. Эти барашки бесподобные. Давайте посмотрим. Ну и к тому же здесь у нас опять малиновки радуют нас своим пением. Видите, какая красота. Я же говорю, что вот такая старушка Англия, природа здесь, она вытаскивает из любой депрессии. Да. Вот это аббатство, башня самая высокая, виднеется там сквозь ветви деревьев. И еще хочу, друзья, напомнить тем, кто смотрит мои видео, но не подписался на канал. Пожалуйста, подпишитесь, потому что сейчас у меня 34 385 подписчиков. Но совсем немножко осталось до 35. Давайте порадуйте меня. Подпишитесь на канал, пусть будет 35 тысяч. Ну вот это аббатство, конечно, красивейшее. Я вам о нем рассказывала. Кто желает, в правом верхнем углу всплывет видео сейчас вам, чтобы, может быть, новые зрители не задавали вопросы, что это. Здесь и так-то не очень много людей, а сейчас вообще. Любимое время мое, вы знаете, сумерки называется. Это просто фантастическое время, когда затихает природа, ветер затихает. А это бывает вот как сумерки, так и перед рассветом. Точно такое же время, шикарное. Но вот перед рассветом у меня не всегда получается просыпаться и наблюдать. А вот в сумерки фантастическое время. Очень короткий промежуток. Впрочем, как вся наша жизнь. Вот, посмотрите, давайте насладимся еще раз вот этим великолепием, когда солнце там уже скрылось за горизонтом. И сейчас, буквально через несколько минут, наступит темнота. Я вам иногда говорю, делюсь с вами своими впечатлениями о просмотренных фильмах, о просмотренных сериалах. Я, конечно же, наверное, как и многие тоже, сейчас увлеклась сериалами и фильмами. Ну, потому что, что еще нам вечером делать? Вот, и хочу еще обратить ваше внимание на один фильм, который я посмотрела недавно и который меня также не оставил равнодушный. Фильм называется «Мир дикого запада». Это мини-сериал, это фэнтези, и такой исторический, можно даже сказать, о диком западе там показана их жизнь. Очень меня этот фильм затронул, скажем так. Я всегда люблю смотреть такие фильмы, которые заставляют задуматься о чем-то. Лабрадорчики все приходят ко мне. Так вот, отвлекли немножко меня собачки и англичанки. Вот лабрадорчик, одна из любимых пород здесь. В Англии сказала женщина, что собачке 4 года. Вот такая красотка ко мне подошла. Так вот, фильм заставляет задуматься о том, что из себя представляют люди и как они себя ведут в разных ситуациях. Ну и вообще, конечно, потрясает с непредсказуемым своим сюжетом, что я тоже очень люблю. и все думаешь, чем же, чем же, чем же там закончится. И в конце концов, заканчивается вот очень неоднозначно, непредсказуемо и, может быть, даже катастрофически для кого-то. Так что советую посмотреть, друзья. Сейчас вам на экране всплывет полное название, год выпуска этого фильма. Если кто-то не сможет найти, то я вам еще дам ссылочку на сайт, где можно посмотреть это видео, этот фильм. Кликайте на нее и выходите, и можете смотреть. Хотя, конечно, здесь в Великобритании, насколько вы понимаете, там в России совершенно все по-разному. Возможно, вы сможете найти какие-то другие тоже сайты для просмотра. Я обычно использую вот Кино Гоу или пишется Кино буквами латинскими и потом Кино.нет, Кино.го и там разные в конце, разные сейчас стали окончания. Но этот сайт мне нравится, потому что там еще есть рейтинг фильмов. Можно много чего найти. Я очень люблю слушать и смотреть канал Хакамады, Ирины Хакамады. Да, мы с вами уже сказали, что она моя ровесница, и я ее очень уважаю. Чего смогла достигнуть эта женщина, как ей было трудно. Ну, вообще, конечно, судьба потрясающая. Она сделала сама себя. Так вот, Ирина Хакамада всегда в своих видео говорит о тех книгах, которые она прочитала и говорит о тех фильмах, которые ее заинтересовали, которые она посмотрела. Она также говорит, что она обожает смотреть фильмы и вот всегда делится впечатлениями своими о просмотренных фильмах. Так вот еще, вы знаете, такой фильм, не знаю, смотрели вы или нет, он, по-моему, уже несколько лет на экране. Фильм «Россия» называется «Страна ОЗ». ОЗ, как 03. Так вот, говорят, что этот фильм получил какой-то приз, по-моему, на Каннском фестивале, о жизни российской глубинки нашей, по-моему, так. Да даже, наверное, и не глубинки, а просто о каком-то российском городе среднем, такую ссылочку на сайт, где можно посмотреть это видео, этот фильм. Кликайте на нее и выходите, и можете смотреть. Хотя, конечно, здесь, в Великобритании, насколько вы понимаете, там, в России, совершенно все по-разному, возможно, вы сможете найти какие-то другие тоже сайты для просмотра. Я обычно использую вот «Kino.go», или пишется «Kino» буквами латинскими, и потом «Kino.net», «Kino.go», и там разные в конце, разные сейчас стали окончания. Но этот сайт мне нравится, потому что там еще есть рейтинг фильмов, можно много чего найти. Я очень люблю слушать и смотреть канал Хакамады, Ирины Хакамады. Да, мы с вами уже сказали, что она моя ровесница, и я ее очень уважаю, чего смогла достигнуть эта женщина, как ей было трудно. Ну, вообще, конечно, судьба потрясающая, она сделала сама себя. Так вот, Ирина Хакамада всегда в своих видео говорит о тех книгах, которые она прочитала, и говорит о тех фильмах, которые ее заинтересовали, которые она посмотрела. Она также говорит, что она обожает смотреть фильмы, и вот всегда делится впечатлениями своими о просмотренных фильмах. Так вот еще, вы знаете, такой фильм, не знаю, смотрели вы или нет, он, по-моему, уже несколько лет на экране, фильм «Россия», называется «Страна ОЗ». ОЗ, как 0-3. Так вот, говорят, что этот фильм получил какой-то приз, по-моему, на Каннском фестивале о жизни российской глубинки нашей, по-моему, так. Да даже, наверное, и не глубинки, а просто о каком-то российском городе среднем таком. И когда я стала смотреть этот фильм, на меня он произвел просто очень угнетающее впечатление, просто гнетущее. Тем не менее, странно, что этот фильм вот настолько популярный. Я слышала много отзывов о нем, все его восхваляют, что там интересного. Не помню фамилию режиссера, молодой парень. Сейчас на экране вам напишу. Так вот, у него есть еще два фильма также, которые, как говорят, тоже там какие-то призы завоевали, которые очень популярны. Один из них «Волчок» я не смотрела. И второй, по-моему, называется «Жить». Так вот, фильм «Жить», как говорят, он настолько тяжелый, что смотреть его просто невозможно для многих. Ну, это, знаете, очень-очень сложно и трудно смотреть такие вещи. Поэтому я этот фильм не смотрела. Не знаю. Может быть, кто-то и смотрел. Поделитесь со мной. Я из его фильмов посмотрела только «Страну Оз». И я не могу сказать, что я получила удовольствие. Просто какое-то угнетающее чувство безысходности. Желаю, друзья, вам всем здоровья, как всегда. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Желаю вам всего наилучшего. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok